А теперь мы приступаем к теме Завет. Завет — это отношения, основанные на обетованиях. В Писании мы читаем о самых разных заветах. Например, существуют дружеские союзы. Они подразумевают установление отношений между равными. Это паритетный союз. Прекрасным примером такого союза служит союз между Иоаннафаном и Давидом. 1 Царство 18, 1-4. 1 Царство 18, 1-4. 2 Царство 18, 1-4. 2 Царство 18, 1-4. 2 Царство 18, 1-4. 3 Царство 18, 1-4. 3 Царство 18, 1-4. 3 Царство 18, 1-4. возможность обыкновенной дружбы между мужчинами, мужчиной и женщиной или же женщинами. В современном западном обществе стало очень модно во всем видеть сексуальную подоплеку. В связи с этим церковь должна обязательно являть примеры подлинной дружбы. Но я отступил от темы. Снова переключился на проповедь. Итак, есть дружеские союзы, есть также и супружеские союзы. Под ними понимается брак. Если обратиться к Малахии 2.14, книга пророка Малахии, глава 2, стих 14. Богу было очень непросто с теми, кто вернулся из плена. В Иуде было довольно много проблем. Народу Божьему явно недоставало духовности, благочестия, святости. Вот что Господь отвечает на их жалобу. Вы скажете, за что? За то, что Господь был свидетелем между тобою и женой юности твоей, против которой ты поступил вероломно. Между тем, как она подруга твоя и законная жена твоя. Отношения, основанные на обещании. Неудивительно поэтому, что брачные отношения символизируют отношения Бога к своему народу в самых разных текстах Писания. Это отношения, основанные на Завете. Для примера, почитайте Осию. Однако нас с вами интересует прежде всего эсхатология, то есть роль понятия «завет» в контексте общей картины. И в этом ракурсе особую актуальность для нас приобретают два типа завета. С одной стороны, это то, что называется царским заветом. Он является безусловным. А с другой стороны, это сюзеренитеты. Которые заключаются на определенных условиях. То есть условия здесь есть. Подробнее об этом я расскажу несколько позже. Для начала же давайте с вами посмотрим, где впервые упоминается слово «завет». Так исключительно важное упоминание содержится в повествовании о Ное, а также в тексте книги «Бытие» с 6 по 9 главы. Если вы помните первые главы книги «Бытие», то после трагедии грехопадения «Бытие» начинается печальная история грехов человечества. Буквально с четвертой главы книги «Бытие», где Каин убивает Абеля, заканчивая закатом обществом поколения Ноя, «Которая заставила Господа воскорбить сердцем». Так написано в 6 главе. Воскорбить настолько, что Бог решает истребить человека с лица земли, как бы позволяя творению разрушить себя. Воды творения как бы снова сливаются воедино, чтобы потом снова начать все с Ноя и его семьи, который обрел благодать пред очами Господа. Эта модель еще неоднократно повторится в развитии библейской истории. Будем читать «Бытие» главу 9, стихи с 1 по 7. «И благословил Бог Ноя, после того, как закончился потоп, и сынов его и сказал им, «Плодитесь и размножайтесь и наполняйте землю. Дострашаться и дотрепещут вас все звери земные, и все птицы небесные, и все, что движется на земле, и все рыбы морские. Ваши руки отданы они. Все движущееся, что живет, будет вам в пищу. Как зелень травную даю вам все. Только плоти с душой ее, с кровью ее. Не ешьте. Я взыщу и вашу кровь, в которой жизнь ваша. Взыщу ее от всякого зверя. Взыщу также душу человека от руки человека, от руки брата его. Кто прольет кровь человеческую, того кровь прольется рукой у человека, ибо человек создан по образу Божию. Вы же плодитесь и размножаетесь и распространяетесь по земле, и умножаетесь на ней. Отголоски «Бытия 1» вы здесь уловили? Это подтверждение того, что получило название «культурный мандат» или культурное повеление, которое Бог дал человеку после сотворения мира. Это повеление, данное в «Бытие 1», вы же плодитесь и размножаетесь, и распространяетесь по земле, и умножаетесь на ней, получает здесь дополнительное подтверждение. Бог не отказался от цели своего творения. Бог не оставил свой замысел. Однако в «Бытие 9» это еще не конец истории. Данное поручение оформляется в завет. «И сказал Бог Нойс, нам его с ним, вот, я поставлю завет мой с вами и с потомством вашим после вас». «И со всякой душой живой, которая с вами, с птицами, со скотами, со всеми зверями земными, которые у вас, со всеми вышедшими из ковчега, со всеми животными земными, поставлю завет мой с вами, что не будет более истреблена всякая плоть водами потопа, и не будет уже потопа на опустошение земли». «И сказал Бог, вот, знамение завета, которое я поставлю между мною и между вами, и между всякую душою живою, которая с вами, вроды, навсегда. Я полагаю радугу мою в облаке, чтобы она была знамением завета между мною и между землей. И будет, когда я наведу облако на землю, то явится радуга в облаке, «И я вспомню завет мой, который между мной и между вами, и между всякой душою живою во всякой плоти. И не будет более вода потопом на истребление всякой плоти. И будет радуга в облаке, и я увижу ее, и вспомню завет вечный между Богом и между всякой душою живою во всякой плоти, которая на земле». И сказал Бог, «Нои, вот знамение завета, которое я поставил между мной и между всякой плотью, которая на земле». Завет, завет, завет. Этот завет формализует, оформляет торжественное обещание о стабильности тварного порядка. Бог пообещал, что больше не будет истреблять все, что на земле, потопом. Бог вспомнит свой завет. Важно помнить, что мы имеем дело с идиоматической речью. Слово «вспомню» в Ветхом Завете и в Новом Завете отнюдь не означает «О, я же забыл! О, вспомнил! Я же там внизу облака собрал! Что, что я там обещал Ною?» Все совсем не так. Это идиоматическая речь. Применительно к человеку, все вышесказанное может быть вполне справедливо. Даже в контексте Библии. Однако, образно выражаясь, «помнить» значит действовать. То есть Бог тогда намеревался хранить заключенный завет. Забыть значит проявить бездействие. Израиль забыл Бога в земле обетованной и нарушил завет, не сохранил его. Поэтому выражение «Бог вспомнил» не значит восстановить что-либо в памяти, а совершить действие. Поэтому, когда разбойник на кресте взывает к Иисусу, «Помяни меня, Господи, когда приидешь в Царствие Твое», это не значит, что Иисус проходит через смерть. Воскресение, Вознесение занимает место Одесной Отца и всклицает. «Там на кресте был один парень». Возглас разбойника, по сути, означал «Спаси меня! Сделай это для меня! Помяни меня, Господи, когда приидешь в Царствие Твое». Луки 23 Большое дело начинается с малого пожертвования. И пятью хлебами можно накормить пять тысяч человек. Поддержите наш проект молитвой и финансами. О чем молиться и как пожертвовать, вы можете узнать на сайте www.tvseminary.com Возвращаясь к истории из Бытия 9, следует отметить, что это было первое прямое упоминание о Завете в Священном Писании. Существует мнение, что это не что иное, как подтверждение Завета, заключенного между Богом и Его творением, еще в первой главе книги Бытия. Мой преподаватель Ветхого Завета, Билл Дамбрелл, неоднократно утверждал, что в Бытие звучит именно подтверждение Завета между Богом и Творением. Бог действует исключительно на заветных основаниях. Однако это мнение разделяют не всем. П. Р. Уильямсон В своей статье, посвященной теме Завета, которую непременно следует прочесть в новом словаре библейского богословия, П. Р. Уильямсон — новый словарь библейского богословия. Считает, что утверждение Дамбрелла не имеет под собой достаточного основания. Исходя из того, как Завет описан в девятой главе книги Бытия, то я скорее склоняюсь к позиции Уильямсона. Здесь свое подтверждение находит культурный мандат. Но вот увидеть какой-либо Завет в Бытие 1 и 2 все-таки сложно, хотя некоторые видят, особенно приверженцы реформатской традиции. Мне лично кажется, что в определенной степени это толкование надумано. Полагаю, что в Бытие 9 мы наблюдаем проявление царской власти. В мире Древнего Ближнего Востока одним из видов Завета был так называемый Царский Завет, когда Господь тебе что-то дарует, когда Он что-то тебе жалует. Это может быть земля или что-то еще. Никаких условий в главе 9 книги Бытия я не вижу. Если, конечно, продолжать, эй, ю, я, вот тогда потопа, конечно, не будет, но за молнией все-таки следите. Все совершенно не так. Понимать все следует иначе. Поэтому мне представляется, что речь все-таки идет о безусловном Завете, который и называют царским. Он безусловный, односторонний, законодательный акт. Данный вопрос хорошо обсуждается в книге Майкла Хоттена. Настоятельно вам ее рекомендую. В том числе и в качестве источника по теме курса. Бог и обетование. Подробное обсуждение этой темы автор предлагает на страницах 42 и далее. Знаменем верности Бога в состоянию естественного порядка, тварного порядка, который впоследствии становится сценой, на которой разворачивается история искупления, ибо второе без первого просто невозможно, выступает радуга в небе. Как я уже сказал, в контексте Завета Бог предусматривает творение как основу, своеобразную платформу для осуществления божественного замысла, приведения Божьего народа, Божье место и так далее. Таким образом, по данному вопросу я скорее соглашусь с Уильямсоном, чем с Дамбролом. Ну что ж, друзья, наше занятие длится уже более 50 минут, пожалуй, следует немного отдохнуть. И сейчас у нас будет перемена 10 минут. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok